Здравствуйте, здравствуйте всем! О, меня видно! Я сегодня в двух наушниках, мне непривычно, необычно. Вы мне сегодня помогайте. Итак, сейчас немножко посмотрели на меня. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, гости дорогие, кто находится в вебинарной комнате, напишите. Нормально, отлично. А в вебинарной комнате меня слышно или нет? Поставьте плюсики, пожалуйста. Ой, видите, это здорово. Я давно уже не была вот так вот на связи. И мы с вами сегодня будем рассматривать, как ухаживать правильно за своим телом. Сегодня много интересной информации накопала для вас, специально, чтобы вам было интересно. Всем-всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Отлично. Так, слышно или не слышно, не поняла. Дарья, напиши, пожалуйста, в вебинарной комнате слышно меня или нет? Вроде бы как слышно. Итак, я переключаю на экран и буду вам показывать презентацию, потому что где-то буду на себя возвращать, а где-то презентацию. Потому что на самом деле очень важно это. Вот видите, мы еще и здесь. Буду ставить так, надеюсь, будет вам видно хотя бы более-менее. Нету подставочки, поэтому непривычно. Итак, двигаемся по вебинарной комнате, двигаемся по презентации и начинаем. Итак, немного расскажу вам просто о коже. Так, попробую немножко по-другому сделать. Попробую по-другому. Немножко потрясу вас, извините, чтобы вам было лучше видно. Да, ох, мне непривычно. Итак, давайте поговорим вообще немножко о коже. Что же это такое? Кожа – это самый большой орган человеческого организма, от состояния которого зависит не только внешний вид человека, потому что на самом деле многое зависит. Мы же всегда хотим выглядеть прекрасно, мы хотим, чтобы наше тело было прекрасное, чтобы все-все у нас складывалось, чтобы нам делали комплименты. Но еще есть и такая ситуация, что если мы ухаживаем за своей кожей, лица, то мы однозначно должны обращать внимание еще и на кожу, тело. Ну и вообще кожа – это самый большой орган, то, о чем я вам сказала в самом начале. И вообще здоровье его не только внешний вид подчеркивает, но и его общее самочувствие. Если кожа у нас здорова, то и чувствуем мы себя совершенно по-другому. Кожа, потому что выполняет множество жизненных важных функций. У кожи огромное значение того, что вообще должно происходить у нас, как она должна работать. И давайте рассмотрим несколько показателей. Тороплюсь, чтобы успеть все. Кожа принимает участие в различных обменных процессах. То есть именно от кожи многое зависит, насколько наши обменные процессы будут происходить в организме. То есть органы, они все равно получают кислород, они получают дыхание, и это происходит через кожу. Выводит кожу, наша кожа выводит токсины из организма. Синтезирует витамин D, который необходим для усвоения кальция. Если, вы же знаете, что когда солнышко недостаточно, то недостаточно в организме витамина D. И именно когда мы получаем его вместе с кожей, то тогда и происходит этот процесс, когда у нас усвоение кальция происходит намного лучше. Вы знаете, что кальция, это, конечно же, основа нашей костной ткани. И без кальция организм просто, и волосы будут плохого качества, и сама кожа будет плохого качества. То есть она будет страдать, будут волосы ломаться, и многое-многое другое. И косточки наши, и движения, и силы, и многое другое. Кожа защищает организм от внешних воздействий. Она поддерживает постоянную температуру тела. Когда мы заболеваем, то вы знаете, что у нас поднимается температура тела. Это наш организм борется. Именно кожа показывает, что у нас температура тела, если нормальная, значит, мы прекрасно себя чувствуем. Если температура тела повышается, значит, какие-то процессы, какие-то инфекции происходят в организме. Кожа препятствует попаданию болезнетворных бактерий в организм. Кожа устроена настолько грамотно, настолько четко, что она не позволяет проникнуть к нашим клеточкам вредоносные микробы, бактерии. Она делает так, что не пропускает, и даже какие-то, даже полезные вещества она иногда не пропускает. Почему? И говорится, что должен быть трансдермальный переносчик в кремах, которыми вы пользуетесь. Потому что кожа, она очень мудрая. Она четко задерживает этот процесс и не пропускает. И самое важное, что еще кожа участвует в газообмене. То есть, насколько хорошо вы ухаживаете за кожей, настолько ваш организм будет хорошо дышать. У нас, знаете, была такая ситуация, что мы беременные женщины у нас, беременные мамочки, они специально использовали, проверяли и тестировали определенный продукт из компании Фаберлик, но в тем, для того, чтобы было больше поступления именно кислорода для ребеночка. Вот если кожа наша не очищена, если забиты поры, то если мы неправильно ухаживаем за ней, то мало того, что мы становимся не настолько молоды и красивы, и кожа не настолько эластична, но еще и поступление именно, вот это выход углекислого газа из кожи и поступление кислорода, это уже происходит и нарушается. Сейчас я вам перелистну и немножко посмотрю на вас, чтобы вам не было скучно, пока я буду перелистывать следующий слайд. Ой, как мне приятно вас всех видеть. Вы все мне машете, вопросики готовьте, потом на вопросы я пролистаю и посмотрю, и отвечу. Итак, мы сейчас переходим к следующему слайду, и мы поговорим о том, что кожа – это орган. Многие воспринимают ее как дополнение к нашему организму, но на самом деле кожа – это орган чувств и сил. Когда мы чувствуем боль, именно кожей мы чувствуем боль, когда мы чувствуем, например, какое-то приятное ощущение, тактильные контакты, именно кожа помогает нам ощущать и боль, и тепло, и холод. И если бы наша чувствительность именно нарушилась, а именно когда мы запускаем вообще кожу, мы запускаем просто-напросто уход за ней, то тогда нарушается и чувствительность, а это ведь очень плохо. Тогда мы можем действительно ошибиться. Представьте, мы выходим, предположим, раздетые зимой на улицу, и мы не чувствуем, что нам холодно, потому что если… Ну, я это утрирую, конечно же, для того, чтобы, ну, вот просто вот, ну, для себя вот так вот представить такую картинку. И точно так же, когда сильная жара, точно так же кожа реагирует на сильную жару, и прям вот она, знаете как, она прям вот кричит, она кричит по-своему, пора увлажниться, пора в озеро, пора совсем по-другому, пора убежать от солнца. Именно вот кожа дает это ощущение чувств, но точно так же и дает она силы. Почему это происходит? Кожа содержит огромное количество нервных рецепторов, позволяющих осуществлять связь организма с окружающей средой. То есть это отдельный орган, еще раз повторю. Кожа тела более устойчивая к негативным воздействиям извне, чем кожа лица. Кожа лица же у нас чаще всего находится вовне. Даже зимой мы ее редко закрываем, только в крайнем случае шарфом там прикроем или варежкой. Но в основном кожа лица, она практически всегда находится извне. На кожу тела мы, конечно же, одеваем одежду. Именно кожа тела, она более, знаете как, очень чувствительная она. Это тот же пример, если бы мы зимой вышли абсолютно раздетые. Кожа лица более плотная и чаще скрыта, ой, кожа одежды, кожа тела более плотная и чаще всего скрыта под одеждой. Кожа тела подвержена возрастным изменениям, так же как и кожа лица. И точно так же где-то начинается это с 35 лет. У некоторых, конечно же, этот процесс происходит старение раньше из-за гормональных изменений, из-за различных заболеваний или неправильных диет. Потому что я сегодня тему диеты не затрону. Если вам будет это интересно, обязательно напишите в комментариях. И тогда мы обязательно рассмотрим это и попробуем сделать так, чтобы вам рассказать еще и эту тему, преподнести и диеты, и именно питание определенное, и многое другое. Поэтому обязательно в комментариях, в инстаграме и в комментариях после этого видео обязательно оставляйте комментарии, что у вас какие есть пожелания. Так вот, еще что бы я хотела сказать про старение кожи. Обратите внимание, что если мы недостаточно ухаживаем за кожей тела, то органам не будет хватать кислорода. И органы, и питание, и соответственно наши органы начнут забирать из кожи полезные вещества, именно из капилляров, из кровеносных сосудов, все полезные вещества органы начнут забирать. Они и так забирают. Но если им достаточно, если мы даем им дополнительно и витамины, которые они через кожу, через кровеносные сосуды получают, и кислород, то когда наша кожа очищена и хорошо дышит, вот тогда наши органы, они получают в достаточном количестве. Когда им недостаточно, они начинают, особенно с возрастом, забирать это из кожи. Из-за этого наша кожа начинает намного быстрее стареть даже, чем органы. Поэтому в данной ситуации, конечно, было бы здорово именно добавлять уход усиленный и добавлять именно для кожи тело. Ухоженное здоровое тело поддерживает нашу уверенность. Естественно, когда мы выглядим прекрасно, когда нам делают комплименты. Вы, наверное, напишите мне, любите ли вы комплименты. Коллеги, друзья, знакомые, незнакомые, любите ли вы комплименты. Так, фабролик не хватает больших баночек с кремом. А, больших? Ну да, точно не хватает. Любите ли вы комплименты, жду от вас. Напишите мне, пожалуйста. Я думаю, что да, потому что даже, конечно, вот пишет у нас Алена, даже когда мужчины там иногда бывают так хархорятся, да я, да зачем мне это надо, даже они любят комплименты, когда им говорят, боже мой, как ты прекрасно выглядишь, какая у тебя кожа, какое у тебя телосложение. Вот мне девушка тут пишет, что есть болезнь с псориазом. Обязательно мне напишите в личку, в инстаграме, я дам вам рекомендации определенные по этому направлению. Действительно, это заболевание, действительно, оно очень сложное. Но мы сегодня говорим в общем про организмы, про кожу, а дополнительно про заболевания некоторые я смогу вам ответить уже в личку или в комментариях. Итак, ухоженное здоровое тело поддерживает нашу уверенность, как мы с вами определили, и напрямую влияет на наличие наших сил в организме. И давайте посмотрим следующее, я пока переключусь к вам, чтобы вы меня не теряли и не скучали, увлажняющую, питающую кожу. Ну, каждый, конечно же, подбирает самостоятельно, а завтра Дарья у нас будет давать конкретный комплекс, который вы можете рассмотреть, как правильно ухаживать за собой, за своим телом. Она прямо вам распишет по пунктам, но и в любом случае, вы пишите в комментариях, а мы вам дадим рекомендации. Обязательно поможем и подскажем. А теперь давайте обратно переключимся и с вами посмотрим следующий слайд. И продолжаем мы еще немножко о коже. Итак, кожа – это самый большой орган человеческого организма. Он, от состояния которого зависит не только внешний вид человека, но и его общее самочувствие. Мы об этом с вами в предыдущем слайде говорили. Кожа выполняет множество жизненных важных функций. Ой, так, я вам уже об этом говорила, зачем я сделала второй слайд, видимо пропустила. Ну ладно, еще раз быстренько повторю. Кожа принимает участие в различных процессах, выводит токсины из организма, синтезирует витамин Д, необходимый для усвоения кальция. Ну и кожа является органом чувств. Я, наверное, перелеснула не туда. Сейчас посмотрим, немножко подождите. Вот, следующий слайд, который я хотела вам показать. И о чем я хотела рассказать. Почему стареет кожа? В коже тела значительно меньше сил сальных желез, чем на лице, на коже лица. Поэтому у большинства из нас она склонна к сухости. Очень многие жалуются, что у меня сухая кожа, она шелушится. Особенно в возрасте, вот, например, у моей мамы и бабушки я вижу, что все равно, как бы они не ухаживали за своим телом, все равно бывают такие, знаете, даже бляшечки такие сухие, потому что с годами гораздо сложнее восстановить этот процесс. И это из-за того, что недостаточно сальных желез. Она, кожа, медленнее восстанавливается после микротравм. А микротравм на теле у нас бывает гораздо много. Это и когда мы царапаемся, и когда мы, например, носим неправильное белье или одежду тканевую, плохое качество. Это тоже травмирует нашу кожу. Это могут быть и синяки. А я расскажу вам вкратце. Главное просто уход. Мы об этом поговорим позже. Микротравм, нанесенных воздействием на окружающие среды, особенно солнечного излучения. У нас, кстати, в марафоне будет отдельная тема и открытый вебинар, вот такой же и прямой эфир, когда мы будем говорить конкретно про солнцезащитные средства, и что именно, и как нужно правильно себе их подобрать. Поэтому здесь немножко про солнечные лучи чисто напомним, чисто заметим об этом, что это идет нарушение. Вы, наверное, замечали, что когда, например, находишься долгое время на солнышке, конечно же, красивый загар, конечно же, все так здорово и прекрасно. Но уже в процессе, нескольких дней после загара, кожа становится особенно сухая. Даже прям видно, знаете, как мелкие морщиночки, они прям ярко выражаются. Особенно на загорелой коже особенно видно вот эту сеточку морщин на теле, даже если вы ухаживаете, потому что возраст не стоит на месте, и все равно мы, как бы мы ни хотели, наш организм имеет свойство стареть. Возраст тела выдает именно потери кожи упругости. То есть, если на лице мы обращаем внимание, и Дарья вам рассказывала, на сеточку морщин, мелкую или глубокую сетку морщин, или провисание, то именно на коже тела старение выдает это ухудшение упругости. Упругость нарушается не только с возрастом, но и с маленьким количеством использования или нерегулярностью использования кремов и молочка, именно питания и увлажнения. Кожа тела на разных участках отличается плотностью и толщиной жировой прослойки. Действительно, у нас абсолютно по-разному. Например, на шее меньше жировой прослойки, а, например, на руках, на бедрах, особенно у женщин, на животике, жировая прослойка у нас гораздо больше. И там немножко кожа может быть менее, знаете как, менее сухая. А вот именно шею особенно, кожу шеи особенно нужно питать, именно питательными кремами и питательными именно специальными. Молочко такое бывает по уходу, которое специализировано, масочки и многое другое. Увидание кожи тела связано с нарушением микроциркуляции, именно уменьшение кровонаполнения, ослабление функций сальных и потовых желез, сухость кожи. Почему рекомендуют реже использовать именно дезодоранты, которые содержат большое содержание цинка, стараться не регулярно их использовать, потому что именно при остановлении выработки потовых желез, при остановлении и непропускании именно пота усиливает сухость кожи. Поэтому нужно регулировать и использовать специальные средства, которые не закупоривают ваши поры, потому что кожа должна дышать. И именно в определенных местах именно кожа и дышит. Там специальные поры, где выделяется именно пот. И истончением, а также увядание кожи происходит истончением всех слоев кожи. И в этом случае однозначно нужно будет использовать определенные крема, и уход, и маски, в том числе и подкожно-жировой клетчатки. С возрастом это особенно, знаете как, вот самое страшное, потому что с возрастом и как на коже лица, так и на коже тела идет это истончение. Снижение тугорга и эластичности. Кожа начинает напоминать папирусную бумагу. И всегда это очень обидно, когда мы смотрим на себя в зеркало, мы себя с одной стороны любим, но мы понимаем, что у нас есть проблемы, которые нам не нравятся. То есть мы начинаем где-то стесняться и начинаем где-то думать, а что же нужно сделать. Итак, давайте мы с вами сейчас опять в инстаграме я переключу на себя, перелеснем еще один слайд и будем двигаться дальше. Так, почему стареет кожа, мы с вами рассмотрели слайд. Почему-то у меня дублирование слайдов произошло, непонятно. Итак, давайте мы с вами теперь рассмотрим именно этапы ухода. И первое, с чего я начну, именно с базового ухода за телом. Как ни странно, как для лица нам нужно очищение и каждодневно, утром и вечером, и глубокое очищение, точно так же нам необходимо очищение, этап очищения и для кожи тела. Итак, очищение должно происходить обязательно два раза в день. Это называется, знаете как, гигиенический душ, то есть не обязательно принимать ванну утром и вечером, не обязательно там долго стоять под горячим душем, ни в коем случае даже. Это просто освобождаете тело от загрязнения, от пыли, он идет именно гигиенический душ. И его необходимо два раза в день. Вообще, диетологи, врачи рекомендуют душ такой принимать не более 10 минут. То есть ополоснулись, очистились и все, чтобы кожа не пересыхала. Многие используют мыло. Конечно же, разрешено с одной стороны мыло для очищения своей кожи, но все-таки рекомендую использовать гели для душа. Потому что гели для душа, они не так сильно осушают кожу. Они более мягкие, они делают кожу более мягкой, и они легче смываются. Мыло, оно прям вот усиленно очищает кожу, поэтому гели, и бывает, знаете как, бывают гели вместе во флаконе с пеночкой. Вот эти гели с пеночкой, они прекрасно пенятся и замечательно очищают наше тело. Простите. Вода при этом должна быть, именно при таких приемах душа, должна быть или прохладной, или теплой, не горячей, потому что это просто гигиена. С использованием гели для душа и с намыливанием только, и рекомендуется именно гигиенический вот такой душ, с намыливанием только тех частей тела, где повышена выработка подкожного сала. Именно это подмышки, кисти рук, пах, ягодицы и ступни. Каждый день утром и вечером мыться с виходкой не обязательно, и полностью все тело не обязательно. Если вы действительно где-то, например, сходили в сад, или где-то вы были длительное время на природе, тогда другой момент. Ваше тело уже насобирало огромное количество пыли, оно было не под одеждой, тогда рекомендуется все-таки более усиленный душ. А так, когда вы ходите в одежде, достаточно и вот такого гигиенического. Позволяет, конечно же, использование и мочалки, потому что именно мочалочка, она или бывают варежки специальные, бывают специальные такие мягкие варежки или мягкие мочалки, для того, чтобы не царапать и не делать микротрещинки и повреждения на коже тела, потому что потом они начинают, кожа страдать, их нужно будет залечивать. Итак, почему нужно все-таки мочалочку или варежку? Мочалка и варежка удаляет с поверхности тела загрязнение, это первое. Во-вторых, она удаляет кожный жир, а еще отмерзшие частички эпителий. И это очень важно, потому что, когда мы это делаем, то наши поры открываются, и наша кожа начинает дышать. И точно так же один раз в неделю рекомендуется глубокое очищение. Когда, например, если вы, предположим, не делали постоянный уход за телом, тогда можно повторить и два раза в неделю глубокое очищение, более усиленное. А так, в принципе, достаточно одного раза в неделю. Что это делается? Это скрабы для тела, это варежки, специальные пилинги. Те, кто был в хамаме, они знают специальные такие, прям они шершавенькие варежки. Их, в принципе, можно купить, вот такие варежки, и в обычных магазинах. Они очень, знаете, как пилинг получается. И вот именно эти варежки рекомендуется использовать вместе с крабом один раз в неделю. И специальные щеточки. Когда вы принимаете ванну, и когда вы сидите в ванной, и это более, вы распариваете тело, или вы, например, где-то в бане, в сауне, то вот такие щеточки очень хорошо разгоняют кровообращение. Это также, знаете, как веники в банях, они очень хорошо улучшают кровообращение нашей кожи. И позволяют быстрее функционировать и очищаться, и отшелушиваться именно эпидермису. Опять переключаясь в инстаграм к вам, hello, привет. Двигаемся по следующему слайду и смотрим второй этап, базовый. Есть и второй этап, базовый. Когда я вообще готовилась к этой теме, то я подумала, а я-то думаю, почему я так это очень люблю. Потому что я просто это делала, потому что у меня была потребность моей кожи. Потому что мне 50 лет, и я с каждым годом вижу, как кожа начинает становиться совершенно другой. Я вижу, насколько, что бы я ни делала, все равно кожа стареет. Поэтому я специализирована, специально беру именно увлажняющий спрей для тела. А когда готовилась для вас эту тему, то нашла во многих базах и определенных материалах, что тонизация необходима. Так же, как для лица, так же и для кожи тела необходима тонизация. Это можно делать различными увлажняющими спреями. Бывают спреи с запахами, бывают без запаха. Это уже на ваше усмотрение, насколько вы любите это. Потому что кому-то не нужно, а кому-то достаточно. Хотелось бы, чтобы тело пахло очень вкусно. Итак, они оказывают успокаивающие действия именно спреи. Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс после душа и сужают эти спреи поры. То есть, все равно необходимо, когда вы расширили после скраба или, например, разогрели свое тело, то тонизация особенно необходима. Каждодневный уход за кожей – это после всех душах и после тонизации, естественно, молочко или кремы после душа. Так же, как и для кожи лица. Они могут быть как специализированными, например, антицеллюлитными. Они могут быть, например, если у кого-то варикозное расширение вены или у кого-то очень устают ноги. Есть специализированные кремы для ног. Есть специализированные кремы для рук, определенные, которые ускоряют процессы регенерации. Или, например, для пяточек. То есть, бывает огромное количество специализированных кремов и молочка для тела, которые направлены на конкретную задачу и на решение конкретной проблемы. Так и питательные и увлажняющие крема. Если вы не используете специализированные, то увлажняющие и питательные использовать необходимо обязательно. Хотя, скажу, знаете как, по опыту своей жизни могу сказать одно. Вообще, целлюлит – это не заболевание, это признак половой женщины. У мужчин целлюлита не бывает. Именно целлюлит есть у женщин. И даже у худеньких девушек точно так же есть целлюлит. И можно его убирать или делать так, чтобы он не увеличивался. Поэтому с годами он хоть как будет увеличиваться. Поэтому я рекомендую помимо питательных и увлажняющих кремов использовать и специализированные антицеллюлитные серии, и антицеллюлитные крема. Дополнительно вы можете чередовать. В какой-то день вы используете антицеллюлитный, например, утром или на ночь, а днем вы уже используете именно увлажняющие или питательные. Потому что антицеллюлитные крема, они точно так же не только разогревают кожу и разгоняют кровообращение, но они еще и действительно увлажняют и питают кожу. И следующее это направленный каждодневный уход. То есть уход за руками и ногами, за кожей рук и кожей ног. Если, например, для тела мы просто наносим каждый день молочко и крем, чтобы просто увлажнить и попитать ее, то для рук каждодневные направленные уходы необходимы. Это всевозможные ванночки, отдельные, дополнительные, помимо душа. Это ванночки для рук, это ванночки, которые могут, знаете как, есть ванночки как для педикюра, для маникюра, а точно так же есть ванночки, которые успокаивают, которые улучшают состояние нашей кожи. Это с определенными солями, это с определенными травами, с определенными добавленными бальзамами, для того, чтобы улучшить состояние кожи рук и ног. Потому что, как бы мы ни хотели, ноги у нас особенно летом, в летнее время, мы ходим в босоножках, они особо, или очень часто мы ходим босиком, и они прям усиленно начинают кожу грубеть, и поэтому очень важно ухаживать особенно за кожей ног. А руки это действительно тот орган, которым мы и моем посуду, и моем пол, и многое-многое другое. И вот здесь вот особенный и усиленный необходимый каждодневный уход. Это специализированные перчатки и носочки, есть которые и для маникюра, и для педикюра. Есть такие специализированные, которые успокаивающие нервную систему, и в то же время ухаживающие за кожей, и с лавандой бывает, гелевые такие носочки внутри с гелем, с определенным или с лавандой, или с какими-то определенными травами. Это дневные и ночные крема. Они здесь работают, то есть днем, точно так же, как для кожи лица, дневные оберегают, сохраняют нашу кожу. И бывают крема-перчатки для рук, которые помогут вам, даже если вы поехали в сад, а летом это часто бывает у многих, и работы с землей, чтобы земля не впитывалась и не в наши поры. Специальные крема-перчатки есть. Есть специальные специализированные антибактериальные крема и для рук, и для ног. И точно так же оберегающие дневные крема должны быть. Вот ночные крема для рук и для ног, они должны быть более жирные, более наполненные маслами, и они работают на восстановление и способствуют регенерации, заживлению. То есть, если днем мы где-то повредили и получили микротрещинки, а то и даже большие трещины, и какие-то ссадины, ушибы, то ночные крема, они будут работать на восстановление, именно на залатывание этих проблем. И здесь вы подбираете под конкретную задачу, под конкретную проблему. Если у вас есть какое-то заболевание, а за ножками особенно нужно ухаживать, потому что очень много стало сейчас и рекламы идти, и в то же время действительно, может быть, стали об этом говорить, может быть, не все ухаживают правильно за своими ногами и грибковых заболеваний. И чтобы этого избежать, очень важно обязательно использовать и специализированные антибактериальные средства для ног, и спреи, и кремы, и многое-многое другое. Не забывайте об этом и старайтесь для того, чтобы ваша кожа на ногах вдруг не была повреждена этими бактериями, обязательно носите с собой или какие-то одноразовые тапочки, или бахилы, или какую-то вторую обувь. Благо сейчас огромное множество, знаете, таких даже тапочек, если вы идете куда-то в гости, вы можете их одеть, не одевайте чужую обувь, потому что вы не знаете, даже если вы этого человека уважаете и любите, вы не знаете, какое состояние и что находится у него на коже ног. Я это вам как обезопасивание говорю, чтобы потом у вас не было проблем. Итак, переключусь, чтобы вы меня увидели, и не пойму, сколько у меня осталось времени, надеюсь, что у меня оно еще есть, чтобы рассказать вам. Да, оно у меня вроде бы есть, прям тороплюсь очень-очень-очень. Итак, двигаемся. Итак, третий этап. Третий этап ухода – это дополнительный уход. Вот каждое утро и каждый вечер мы делаем то, о чем мы говорили перед этим, и есть дополнительные уходы, это которые делаются или два раза в неделю, или один раз в неделю, или один раз в месяц. Все зависит от того, что именно вы будете делать. Я всем рекомендую обязательно, прям обязательно попробовать сделать обертывание. Если вы этого не делали, обертывание для ног, обертывание для рук, обертывание для всего тела. Если вы не ходили на обертывание в косметологический кабинет, сходите, вам это понравится. Если вы не можете позволить себе эту процедуру, огромное множество, сейчас есть средств, которые заменяют салонные процедуры, и вы можете делать очень легко дома, не выходя из дома, эти обертывания. Конечно же, когда вам спинку некому помазать, то, конечно же, придется все-таки идти в косметический салон. Но в любом случае обертывание можно сделать и дома. Нанести крем, обязательно посидеть, или когда вы идете, например, в сауну, в баню, в хамам, там получается усиленный эффект. Потому что вот когда вы делаете, наносите вот это обертывание, и разогретое тело, и раскрытые поры, то наше тело просто, знаете как, я скажу такое слово, кайфует, оно просто счастливо, потому что огромное количество витаминов, полезных микроэлементов, веществ поступает через кожу нашим органам и нашей коже. Кожа просто счастлива от этого обертывания. Оно бывает, оно, знаете как, оно помогает еще и как омоложение, потому что разные средства работают на разные направления. Здесь их огромное множество. Это и шоколадное обертывание, и водорослевые обертывания, и детоксирующие есть специальные, которые выводят токсины, и антицеллюлитные сеансы, и тоже есть обертывания специализированные. Они помогают избавляться от токсинов и лишних килограммов, улучшают лимфа и кровоотток, лимфодренаж делают кожи, кожа становится более упругой, у нее меньше становится провисаний, и повышается ускорение действия, именно вот как я вам сказала, в сауне и в бане. Обязательно рекомендую уход за кожу, для кожи именно массаж, различные виды массажа. Есть лимфодренажные массажи, есть расслабляющие массажи, есть целлюлитные массажи, есть лифтинг массажи, огромное множество тоже массажей. Все массажи проходят курсом от 5 до 10 процедур. Если вы проведете одну процедуру так для удовольствия, ну да, вам будет приятно, вы почувствуете, какая ваша кожа, становится она сразу же после одной процедуры, но все-таки, если вы хотите получить определенный эффект, обязательно необходимо ходить на массажи курсом. И там уже специалист, в зависимости от вашей потребности, в зависимости от ваших пожеланий, что вы какую проблемку хотите решить, он вам посоветует, какой курс необходимо проходить. Но старайтесь не менее 5 дней, потому что меньше 5 дней не будет того эффекта, который вы получаете. Я очень люблю массажи, когда я езжу за рубеж, когда я езжу в путешествия, я прям собираю эти массажи. Пробовала делать и по 10 процедур, иногда тяжеловато, но это если расслабляющие, то это не тяжело. Если специализированные массажи, то 5-7 процедур, это вполне достаточно, потому что, например, тайский массаж, там так ломают кости, так тебя выворачивают, что, я не знаю, 10 процедур выдержите вы или нет. Но массаж прям запишите себе в желание. Обязательно их запланируйте и делайте. Следующий этап дополнительный – это скрабирование. Помимо того, что вы можете использовать скрабы различные именно при приеме душа, вашего 2 раза в недельку, но есть еще и специализированное скрабирование, когда вы наносите полностью на все тело скраб, и точно так же вы можете нанести такое скрабирование и именно себя прям потереть. Там позволяются прям очень хорошие такие перчаточки, варежки, которые как щеточка. И это очень делать хорошо после разогрева тела, именно после хамама. Вначале вы разогреваете тело, омываете его, а потом уже полное скрабирование. И ручки можно потереть, и ножки, и бедра, и попочку свою, и все-все прям вот становится совершенно другим именно после скрабирования. Это отличный способ быстро обновить все клеточки кожи, особенно если есть заболевания, именно как псориаз, то я рекомендую использовать скрабы, но очень аккуратно, то есть мягкой варежкой, и только после усиленного, знаете как, когда кожа уже прям разогрелась, после этого аккуратненько будут очень отходить вот эти шелушения, и после этого необходимо обязательно обильно наносить лечебные средства, которые будут смягчать вот эти ранки, и будут смягчать, увлажнять и питать эти раночки. Итак, скрабирование – это отличный способ быстро освободиться от обновить клеточки, наполнить их энергией и силой, а также скрабирование улучшает кровообращение, раскрывает поры и выводит из кожи токсинные шлаки. Скрабирование является подготовительным этапом в программах омоложения. Если вы запланировали конкретные, направленные, например, неделю вы наносите специализированные маски, специализированные обертывания, то перед этим, именно даже рекомендуется, когда вы приезжаете куда-то на море, перед тем, как пойти загорать, рекомендуется именно сделать полное скрабирование тела. И только после этого загар будет ложиться более ровно, будет более красивым. И особенно, когда вы делаете процедуру омоложения или антицеллюлитный, то скрабирование просто необходимо. Также в программах омоложения, борьбы с целлюлитом, общего оздоровления кожи и организма. А также скраб убирает отмершие, роговевшие частицы, и кожа становится гладкой, сияющей, очень нежной. Как-то однажды в моей жизни любимый мужчина мне сказал такую фразу. Я, когда тебя трогаю за кожу, такое ощущение, что твоя кожа как молоко. Я понять не могла, что значит как молоко. Потом я долго ему мучилась, задавала вопрос, что это значит. И он говорил, она настолько гладкая, она настолько шелковистая, что прям вот щупаешь, и очень приятно. И тогда я подумала, а ведь правда, когда я каждый день делаю определенные процедуры, то кожа отдает нам эту благодарность, она просто счастлива тем, что она получает. И мы становимся намного красивее, и кожа намного красивее, и уверенности у нас больше, и быстрее уходят и целлюлиты, и все остальное. От правильного ухода кожи все меняется в вашей уверенности, в вашей голове и в ваших мыслях. А теперь сейчас я еще переключу еще один слайд, и мы с вами двинемся дальше. Видите, у меня даже интерьер такой, конкретно про пляж. Это у меня вот такое любимое место, у меня в гостиной, поэтому я вам решила вот такое показать. Так, подождите секундочку. Я вам рассказала про скрабирование, и я понимаю, что это вообще огромная тема, огромная, преогромная тема, тема уход за кожей тела. Единственное, что я вот хочу сказать, чтобы вы для себя конкретно, как домашнее задание, завели себе тетрадочку и расписали. Вот как вы стоите перед зеркалом, вначале у нас идет кожа лица и кожа головы, об этом мы будем говорить на следующих наших открытых вебинарах и прямом эфире. Следующая у нас идет, кожа шеи, кожа груди и декольте, и также наши руки. Вот это особый уход, и для него нужно подобрать особую программку. Далее у нас идет, это наш животик, спина, наши бедра, наша талия. Здесь идет тоже особый уход. Далее у нас идет именно наши ноги, где бедра и попа, и здесь тоже необходимо обязательно прописать особый уход. На самом деле, вы когда начнете это прописывать, вы увидите, что в принципе, начиная от груди и предплечья, и бедра, и доходя до и икры, это будет практически одинаковый уход. А вот кисти, шея и ступни, это будут специализированные уходы, и вы будете добавлять туда определенные специализированные крема, маски и многое другое. А здесь вам нужно просто прописать, что вы делаете и какие процедуры необходимо пройти конкретно для себя. Рекомендую встать перед зеркалом, встать или без нижнего белья, или в нижнем белье, и разглядеть полностью свое тело. Если вы плохо видите, обязательно оденьте очки. Вы тогда увидите все те грани, которые вы хотите изменить. Это не значит, что вы некрасивы, это не значит, что женщина даже с дефект, ну вот с какими-то, с какими-то ненужными, ну какими-то, знаете как, нехорошими штучками на теле, которые нам не нравятся, это не значит, что женщина некрасива, она красива всегда, она восхитительна всегда, она восхитительна всегда тогда, как она себя чувствует. Но когда еще это будет еще и подтверждаться состоянием кожи, то вы будете себя любить и уважать намного больше, потому что у вас будет желание и больше быть с любимым человеком, и ходить на пляж, и ходить в сауны, и в бассейны, и вы будете, знаете как, радоваться тому, что вы можете себе это позволить. Красота и здоровье только в ваших руках. Любите и лилейте свое тело, только тогда оно вам ответит благодарностью и тем ощущениям счастья, и вы будете просто счастливы. Сейчас еще последний слайд, совсем немножко осталось, перелесну и по времени совсем немного осталось. Последний слайд, который я хочу вам показать. Самое важное в уходе кожи, это регулярный и комплексный уход. Регулярный и комплексный. Если у вас будет прописано все по порядочку, что вам нужно изменить, что вы хотите поправить, где у вас есть какие-то проблемки, под эти проблемки, под эти задачи, подберете специализированные крема, подберете специализированные шикарные маски, обертывания и многое другое, то ваша жизнь, она станет совершенно другой. Вы будете любить себя не только глазами, вы будете любить себя мозгами своими, вы будете любить себя всегда и везде. Но самое важное, вы намного дольше не увидите свой биологический возраст, потому что биологический возраст, он не значит ничего. Есть состояние души, есть состояние кожи. Если ваше состояние души великолепно, и вы молоды и красивы, то состояние кожи должно соответствовать вашему состоянию души. На этом все. Сегодня спасибо за ваше внимание, что вы были со мной. Пишите в комментариях вопросы, обработается прямой эфир, просмотрите обязательно еще раз. И точно так же мы в нашей группе ВКонтакте выложим видео, когда оно обработается. Думаю, что это будет завтра, и вы сможете его просмотреть и еще раз также презентацию. Поэтому любите себя, наслаждайтесь жизнью, и пусть лето будет для вас просто счастьем. Субтитры создавал DimaTorzok